Россия, Польша, Армения, Кыргызстан и Беларусь. Список стран-участниц международного турнира мог быть пошире, однако из-за ограничений не все команды смели добраться до Каспийска. Местный дворец спорта и молодежи принимает состязание памяти Сурраката Асиатилова в третий раз. Наш турнир служит не только развитию и популяризации греко-грейской борьбы, но и служит укреплению дружбы между спортсменами наших дружеских стран. Я еще раз вас поздравляю с началом и пусть победит на этом турнире сильнейший. Юниорские международные турниры в греко-римской борьбе явление редкое, рассказывают специалисты. Здесь борцы могут пройти так называемую обкатку, проверить силы и набраться опыта. Все это обязательно пригодится им в будущем. Вы знаете, каждый турнир по-своему важен. Человек, когда есть календарь на год, и каждый спортсмен для себя ставит те задачи, те цели с одного турнира на другой, из третьего. Это показатели его готовности, это его видят, это для себя опыт. А для молодых спортсменов, естественно, конечно, каждый турнир настолько важен, чтобы его заметили, чтобы он попал в сборную команду. Не важно, это взрослую или юношескую. В течение двух соревновательных дней на ковре доминировали хозяева. Российские борцы выиграли львиную долю золотых наград – 8 из 10. Из них две медали высшей пробы на счету у дагестанцев. В весе до 55 килограммов первым стал Мансур Расулов. А в категории до 60 килограммов равных не было Денисламу Баматову, воспитанник Бугленской спортшколы, действующий победитель первенства России среди молодежи. Соперники тоже неплохие, хорошие соперники. Турнир очень хороший, самый сильный турнир по молодежке. Этот турнир после России, первый турнир перед Европой. Насколько вам важен этот турнир к тебе? Этот турнир пробороться перед Европой с иностранцами. Помимо российских спортсменов, на первую ступень пьедестала по одному разу смогли подняться классики из Армении и Белоруссии. Медалисты турнира получили памятные призы, а также денежные премии. Победителям вручили статысичные сертификаты.